В ходе рабочего визита в Спаский район губернатор Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров побывали в селе Новике. Там они посетили крупный птицеводческий комплекс «Отечественный продукт», где занимаются разведением гусей, ознакомились с условиями содержания птицы и ассортиментом готовой продукции. Комплекс был введен в эксплуатацию в начале 2015 года. В хозяйстве предусмотрен полный производственный цикл, включающий получение инкубационного яйца, выращивание молодняка, переработку мяса птицы. В настоящее время в четырех фермах общей площадью 7 тысяч квадратных метров, оснащенных самым современным оборудованием, поголовье птицы составляет без малого 20 тысяч единиц. В текущем году в хозяйстве планируется увеличить поголовье гусей до 30 тысяч. Кроме того, дополнительно закуплено 3 тысячи уток, перспективных пород и 250 индюшат. Губернатор дал поручение оказать предприятию поддержку в реализации продукции. Им необходимо дать возможность в Рязани, в городе и в других городах Рязанской области дать точки, где они могли бы торговать своей продукцией. То есть, это и полуфабрикаты, и готовая продукция, которую они производят. Потому что это как бы в дополнение к тому, что они осуществляют поставки в торговые сети. И, конечно, мы такую помощь и поддержку им окажем. В селе Деревенском глава региона Олег Ковалев и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров побывали в многопрофильном растении-водческом сельхозпредприятии «Агросоюз Спаск». Хозяйство специализируется на выращивании зерновых, картофеля и овощей открытого грунта, кабачков, столовой свеклы, тыквы. В настоящее время предприятие является одним из основных поставщиков на российский рынок кабачков-цукини. Также Олег Ковалев и Андрей Макаров оценили ход строительства ФОКа в городе Спаск-Рязанский. Строительство ФОКа с бассейном планируется завершить в текущем году. На объекте выполнены практически все основные работы. Полностью подведены все инженерные коммуникации. Общая стоимость проекта, который финансируется из федерального и областного бюджетов, составляет более 142 миллионов рублей. Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на 98 посещений одновременно. Он будет включать в себя бассейн на четыре дорожки длиной 25 метров, залы для занятий волейболом, бадминтоном, мини-футболом, настольным теннисом, силовыми видами спорта и фитнесом. Это качество жизни. Уделять внимание качеству жизни на селе, на самом деле, наверное, это третья по важности задача, которая идет. Но это включает в себя естественное качество дорог. Потому что сегодня сельские дороги будут выделены в самостоятельный раздел дорожного строительства. И больше никто не сможет сократить деньги, которые передаются на сельские дороги, перебросив их на какие-то другие нужды. Олег Ковалев обратил особое внимание на организацию бесплатных занятий для детей и молодежи. В 2017 году планируется построить еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время за право иметь его на своей территории борются три районных центра. Мы будем смотреть по показателям, потому что, ну, вы знаете, все должно носить стимулирующий характер. Как развивается экономика, как работает социальная сфера, значит, и уже, будем говорить так, на совете вместе с общественностью будем выбирать районные центры, в которые мы будем строить очередной ФОК. Комментируя итоги поездки журналистам, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров отметил, что на федеральном уровне принято решение о продолжении финансовой поддержки села и сохранении ее объема. 237 миллиардов, которые сегодня ежегодно поступают на поддержку села, в бюджете не дал тронуть премьер ни одной копейки, они все пошли на село, и село дало отдачу. Реальный рост. А рост сельской продукции – это и продовольственная безопасность, и импортозавещение. В Спасском районе Олег Ковалев и Андрей Макаров также побывали в ОКском биосферном заповеднике. Посетили и музей основоположника космонавтики Константина Циолковского в селе Ижевском. Осмотрели экспозицию, пообщались с сотрудниками. В частности, речь шла о создании необходимой туристической инфраструктуры и подготовке к 160-летию Константина Циолковского, который будет отмечаться в следующем году. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова